так а где же лина так где же лина что-то не вижу ой а где вы были а мы были надевались у нас сегодня сказка красная шапочка погнали однажды в одном маленьком теплом домике жила красная шапочка ее назвали так потому что она носила всегда красную шапочку и как-то мама ей сказала что надо принести корзинку она пошла ну вдруг по дороге она встретила серого волка и волк подошел к ней и спросил тихим голосом куда ты идешь красная шапочка и красная шапочка ответила я бабушке принесу пирожков волк облизнулся и удивился и спросил а куда ты пойдешь в какое место я сейчас покажу вам можете нам развернуть волка и красную шапочку чтобы наоборот вот так вот этой стороной так волка появился классный классный план и он решил что может подождать бабушку и зайти и съесть их потом забежал постучался в дверь бабушке а бабушка ответил и спросила кто там а волк ответил ей это красная шапочка принесла пирожки бабушка открыла дверь но она там увидела точно не красную шапочку а серого и черного волка волка волк первым махом прогротил вам и потом улег решил что не будет останавливаться и лег в постель не просто рок надел бабушкину шапочку и лег спать и притворился бабушка скоп ну думал что скоро красная шапочка придет а во время отдыхания ему было так хорошо через минуту уже услышал стук красной шапочки он догадался что она он сказал не перебил красную шапочку открой потяни за замочек и дыр открылся и красная шапочка вошла и и встала рядом с волком и спросила а почему у тебя такие большие глаза волк ей ответил чтобы тебя больше видеть и потом она спустила а почему у тебя такие такой большой нож чтобы тебя больше хорошо нюхать и красная шапочка удивилась почему нюхать и вот спросила в конце когда увидела что волк открыла пасть а почему у тебя такие большие зубы а волк ответил чтобы тебя побыстрее съесть в произнести эти фразы он сразу выпрыгнул с кровати и пригласил красную шапочку а потом улегся в постель ну только вот потом услышал волчий храп и решил что это бабушка на всякий случай захватить он себе иголку и нитку и конечно взял их и потом распилил развернул волку потом он увидел сразу бабушку красную шапочку и когда волк спал еще он зашил и наполнил камнями и зашил его вот волк встал но не понял что случилось почему он живот был тяжелым а петух то спрятались они все вместе и смотрели волк пошел к реке к маленькому ручельку он захотел попить немного воды наклонился и потом течение его унесло далеко далеко и все сказка окончена с вами была Алина пока пока и расскажет сказку волку семер козлят пока семер козлят волку вы рассказывали сказку что Это шавочка.